В миссионерский пункт шли две сестры. Тяжелый груз, продукты давят плечи. Вот позади часы дневной жары, на небе первые блеснули свечи. Для миссии покупки тяжелы, и переночевать в лесу решились. Сложив свой груз, склонились для хвалы, и в сон глубокий сестры погрузились. Не знали, что за ними слежка шла, разбойники ограбить их хотели. Их группа к спящим тихо подошла, и вдруг все от испуга онемели. Они увидели по кругу в ряд вокруг сестер, их сон оберегая, шестнадцать сильных воинов стоят, в разбойниках смятение вызывая. От ужаса бежали кто куда, а сестры утром дальше пошагали. И что грозила ночью им беда, они, конечно, даже и не знали. Прошло немного времени. И вот к миссионерам человек приходит. Признался им, что он разбойник тот, и что теперь покоя не находит. О войнах поднял он разговор, и выяснилось то, о чем не знали. Ведь в миссии в то время за сестер шестнадцать христиан к Творцу взывали. Запомним эту быль, и пусть она тревогой за детей сердца охватит. Молитва наша Господу нужна, молящийся недаром время тратит. Опасность ведь настолько велика. Разбойники охотятся повсюду. Вот где-то полудетская рука губам прижала грязную посуду, и где-то полудетская ладонь все против денег у колодца. И выжах в нем все доброе огонь, который адским пламенем зовется. Давайте же в молитвенных кружках еще сердечней возносить молитвы, чтобы Господь на ангельских руках детей понес над полем вражьей битвы. Попросим за своих и за чужих, и тем у них усилится защита. По войну от каждого для них поистине божественная свита. Попросим и за тех, кто труд несет, на чьих плечах ответственность большая. Пусть Божье ополчение встает вокруг их жизни, их оберегая. Что мы беспомощны, нам шепчет враг. Друзья, часы молитвы посещайте на труд, который выше всяких благ. Свои тела и души посвящайте. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok